Уважаемые дамы и господа, я так представляю вам соперников. Let me present you Fyther, introduce the first Fyther in the blue corner from Bisk. He is 22 years old, 179 cm tall and weighing 93,20 kg. His professional record, 5 bouts, 4 wins and 1 draw. His opponent Induritconer from St. Petersburg is 30 years old, 190 cm tall in the blue corner. His professional record, 7 bouts, 6 wins and 1 draw. В красном углу. Боец из города Санкт-Петербург, ему 30 лет. Рост 190 см, вес 93,300 кг. Представляет бойцовский клуб Сечпро. Профессиональный рекорд, 7 боев, 6 побед, 1 win. Антон Волков! Рефери Георгий Томаев. Так, парни, вы профессионалы, правила вы знаете, правила не нарушаем. Слушаем внимательно команду рефери. Пожали руки. Удачи обоим. Пау-бал. Возраст, послужной список и рост спортсменов нам показывают. А также вес. И мы видим, что 11 сантиметров выше бойцов своего соперника. Прилично. Антон очень хорош в стойке. Он очень хорош в стойке на своей дистанции, исходя из тех поединков, которые я видел. И для Эльмара будет, наверное, такая задача, основная цель подойти поближе. И, может быть, перевести Антона в партер. Потому что в стойке, еще раз скажу, Антон гораздо лучше, чем в партере. При этом, смотрите, Эльмар так очень хорошо подвижен на ногах. Эльмар, да. Это его стиль. Это его стиль. И он на такой пояс очень туповой. Он реально в стойке выбрасывает большое количество ударов. Если, друзья, кто-то из вас смотрел поединок с Александром Подмаревым, вы, наверное, это заметили. О, как так. Сейчас цапнул Гасанов. Правым так прям в область виска попал. Возможно, попади ниже, и все могло бы закончиться. Да, Гасанов такой немножко размашистый, но опасный. Опасный. Еще раз. Он очень много выбрасывает ударов именно в стойке. Такого дает немножко Тайсона, да, здесь Гасанов. За счет мальчика. Начинает собираться здесь Антон. Нужно что-то Волкову предпринимать. Да, потому что начало, так сказать, первого раунда Гасанов там показал. Пытается, пытается так на дистанции подловить здесь Волков своего соперника, но пока не успевает. Подвижит очень быстро. Гасанов. Ну и нужно отметить, что были не битые ребята, пройденные в карьере Антона Волкова. Конечно же, можно вспомнить один из ранних его поединков близкий, но тем не менее, который он выиграл, когда нанес первое поражение представителю Казахстана Константину Солдатов. Сколько попадает Гасанов. Да, пытается зацепиться. Безуспешно смещается там Волков на ногах. Вот куда Антон Волков точно не хочет, это входит. Ой-ой-ой, а вот здесь опять Гасанов попал несколько ударов. Ну вот, такой взрывной, взрывной, тембовой эльбар Гасанов. И при этом так подбирается очень здорово и быстро сокращает дистанцию на ногах Гасанов. Что для Волкова, в общем-то, катастрофа пока что. Мне кажется, пока Антон Волков не может понять те углы, под которыми летят эти бомбы. Острый джеб. Острый джеб, да, подсказывает Волкову. Но при этом быстрый, потому что если джеб ленивый, его можно сконтрить на раз-два опытному бойцу. Мажет сейчас слева сбоку Антон. Хороший Луков. Ну вот, кстати, да, где они были раньше. Застоялся тут немножко Гасанов, а Волков сразу подобрал нужную дистанцию. И вот хорошо опять сверху вниз попадает Волков. Но ему сложнее. Слушай, вот я смотрю, сравниваю его бой против Карима Рузбакева. Такой же примерно комплексы, как Кильмар Гасанов. С Карима Рузбакева было попроще. Снова размен. По атаке Гасанов не боится Волкова. Не боится. Рискует, рискует. Ну, в принципе... Хорошо коленом подцепил здесь Волков. Подловил, начинает чувствовать дистанцию здесь Антон Волков. Мне кажется, он начал читать, считывать движение своего соперника. Отличный лукик. И подсбавил темп сразу же немножко Гасанов. Ну, посмотрим, посмотрим, как будет продолжаться предыдущий. Есть предыдущий. На опережении поедине Волкова нужно работать. Вот как сейчас. И правильно, действительно, что-то так немножко подбавил темп Гасанов. Копит силы для взрыва. Лоу-кик. Лоу-кик стал... Вот, пожалуйста. Снова левый крюк от Гасанова. И зацепится. Нет, нет, не зацепился Гасанов. Но по корпусу засадить успел все-таки. Эльбар. Ох, попал сейчас Волкова. Попал. Плотненько. Есть шанс. Не летит добивать. Нет, Волков очень расчетливый мужчина. Из-за того, что я видел в последнее время, он очень работает расчетливо. То есть старается исключить просто решение. Вы понимаете, что 6 побед к ряду, это не просто так. Учитывая, что у него еще раз были... Была пройдена небитая позиция в том числе. И вот Гасанов есть тейкдаун. Первый тейкдаун за этот раунд в этом признаке вообще. Смотри. Да, достаточно быстро поднимается Антон Волков. Пока что физически он хорошо готов за счет его силы. Смотри, мы не хватаемся внимательно. Ну, еще раз. Партер – это последнее место, где в бою хочет оказаться Антон Волков. Особенно снизу. Ох, несколько раз Гасанов удалось попасть так с правой. И еще один тейкдаун. Но здесь нужен контроль. Очень легко встает Волков. Гасанова хватает только на броски. Пока что. Но при этом то два, то три удара забрасывает за спиной своего соперника Гасанов. Волков разворачивается, приезжает спиной к сетке. И 10 секунд остается. Ну, будет ли еще один тейкдаун в раздевалку в исполнении Эльмара Гасанова? Батит ли времени здесь для Гасанова? Боюсь, что нет. Ждем второй раунд. Боец, внимательно. Второй раунд. Бой! Ну что ж, нам показали хайлайты первого раунда. И они были потрясающие, да. Я думаю, второй раунд будет не менее огненным, чем первый. Ну, по крайней мере, Эльмар Гасанов точно хочет так сделать. Попадает там Волков, коротко, но точно. Да, стучит попал Антон. При этом мы видим, Гасанов опять начинает раздергивать корпусом. Ищет, ищет, ищет моменты. Я думаю, Эльмар все-таки... Ух, как амплитутно, но в плечо попадает там Гасанов. Одним ударом, да, вторым ударом, мне кажется, он попал. О, апперкот, но повезло здесь Волкову. Промазал апперкотом Эльмар. А вот здесь попал, и уже сам чуть-чуть болтанул Волкова. Эльмар, но не пошел, не полетел. Но я думаю, понял Гасанов, что это не следствие удара, а скорее всего потеря небольшая равновесие. И не рискнул. Меняет стойку Гасанов. Я думаю, что Эльмар все равно в голове держит момент партера. Так или иначе. Потому что, да, успешно он отработал в этом компоненте в концовке первого раунда. Другое дело, что к тейкдауну нужно предлагать еще и активности контроль. Волков достаточно легко вставал. А выходи тут цапнул Волков. Бой хороший, бой хороший. Я когда готовился к трансляции, посмотрел этого и другого в деле. И могу сказать, что матчмейкеры красавцы, что свели эти ребят вместе. Держит друг друга в напряжении бойцы. Опять Гасанов коротко на руках. Успел подойти поближе. Волков сверху вниз. Так прямым коротким попадает. И забыл про хайкики Александр. Забыл про Антон, простите, конечно. Александр у нас будет в 100-х главном событии вечером. Александр Солдат. Практически перестал работать с хайкиками. И мидл-киками. И особенно лоу-киками. Ощущение, что Гасанов ищет моментов для того, чтобы пройти туда в партер. А Волков понимает это и выдает большие паузы для того, чтобы вытянуть немножко на себя. При этом Забыл практически перестал пользоваться словом Волков. А как я и говорил, он не умеет. Ну что, встанет Антон по-быстрову или нет? Получится ли у него это сделать? Эльмару нужен контроль. Нужен контроль. Нет, встает. Встает Волков, причем визуально весьма легко. Вот все-таки рост, да? Все-таки у человека рост, он за счет высокого роста как-то. Ну, я думаю, помимо роста здесь еще есть определенная такая физическая сила. Безусловно. А вот здесь смотри, как хорошо защищался Волков. И так показывает, что могу я это сделать. Двойка от Волкова. Вот, мидл-кик такой. Начинает, начинает подключать. Нау-кик, а вот здесь под опорную пропустил Волков, потерял равновесие. И Гасанов не успел его накрыть. Не хватило времени в корпус, попадает в левая Альмара. Мне кажется, очень много потратил до этого на тейкдаун Гасанов и не рискнул. Однозначно, рискнул. А оба, так знаешь, уже подустали, я думаю. Без сомнения, потому что разменов очень много. Тэп колоссально высокий. Снова от Гасанова. Попытка перевода в партер, но слишком, наверное, такая открытая. Видит ее Волков. И, в принципе, Антон с таких нестремительных попыток умеет защищаться. Да, там очень далека начинал это Альмар. Колено в корпус на выходе из пинчат Гасанова. И что? И ничего. А нет, есть колено в корпус. И справа боковой от Альмара Гасанова. Жесткий лоу. Попытался ответить Волков. На выходе попытка удара коленом не попадает Волков. Яркая концовка нужна и тому, и другому, чтобы забрать раунд, потому что раунд пока достаточно близкий. Согласен. Подсказываю сейчас Волкову поработать джебом. Гасанов подустал реально. Да, сможет ли этим воспользоваться все-таки Антон? О, попадает сейчас Альмар. Но уже не так мощно, как это было в первом раунде. Но, тем не менее, точно. Ну да, попадание было. Смотри, как дышит. Подсказывают Волков. Вкладывается там в лоу-кик и попадает Гасанов. И последняя минута. Кто взорвется в концовке? Кто забьет гол в раздевалку? Выражаясь языком наших футбольных коллег. Коллег Г, естественно. Ох, попадает Гасанов. И еще потом боковой справа он донес. Пережидает, пережидает немного Антон Волков. Слишком большие паузы, наверное, берет. И пропускает еще раз. Раз-два. Там навстречу было попадание от Волкова. Но не такое мощное. Не может он этим попаданием остановить соперника. Или прервать атаку. Ну, я так думаю, что Эльмар попытается взорваться в концовке. Там он размахаечкой попал слева. Ждем третий раунд. БС готов? БС готов? Шаг назад сделай. Третий раунд. Бой! Итак, третий раунд решающий в этом поединке. Полутяжей. Салай категория до 93 килограммов. Эльмар Гасанов. Перчатки с синим скотчем. Черные шорты и серо. Светло-серые шорты. Перчатки с красным. Размедры пытаются там рисковать. Да, бойцы. Хороший кейк от Волкова. Вот он как-то во втором раунде мало. Работал ногами. А тут колено на входе опасно подработал Антон. Ну, при всем при этом мы два достаточно близких раунда с вами посмотрели. Я думаю, понимают это и бойцы. Жестко там был мидл-кик в корпус от Волкова. Вспомнил про ноги. Два амплитудных боковых, но не очень точно от Гасанова. Здесь попадает, попадает Гасанова. Не было такого точного. Такие пока удары немножко смазались. Такие не такие уж мощные. Все-таки подустали оба бойца. Но здесь Гасанов на выходе цапнул левых крюков. И опять, и опять большие паузы берут и тот, и другой. Но много сил потратить за два раунда. Встает такой вопрос. Будет ли попытаться в этом раунде Гасанов переводить в партер? Будет ли от него попытки тейкдаунов? Не исключено. Вот 50 на 50, коллега. Или будут, или нет. Попытка удара в туловище от Гасанова. Так маскирует он свои подсъезды. Снова два боковых слева. Так, взрывается двух-трехударными комбинациями Эльмар Гасанов. А вот Волка снова выцеливает, ждет. Вроде бы поддавливает. Ис по защите. Идол по защите, да. Ох, попадает сейчас Гасанов. Слева. Но всем видом Эльмар не показывает, что готовит проход в ноги. Так. Вальсировать, вальсировать. Попить. Антон. Будет? Вот. И подхват ноги. Подхват ноги. Вот тут же смотри, смотри. Уже готовит защиту от тейкдауна Антон Волков. Прекрасно понимает, чем все может закончиться. Пробей сюда, он провалится. В нашу сторону. Меня пробей. Меня пробей. Оп. Бьет в итоге Эльмар Гасанов. Халина в корпус и боковой. Да, мы их. И сейчас попал еще раз справа. Эльмар уже не успел оттянуться и пропустил вот этот длинный, как рельсу справа от Волкова. А потом успел. И еще раз попадает Гасанов. Ну, Эльмар, еще раз скажу, что боец, который очень много старается делать в клетке. При всем при этом, да, абсолютно верно. Ровно половина раунда осталась. Подцепил здесь Волков апперкотом. Будет ли развивать. Не дай выйти, подсказывают из угла. Такое ощущение, что решил пойти на обострение здесь Антон. Нужны удары Антону. Вот колено. Но тут опять цепляет, оттягивается назад Волков. И такой пропустил удар вскользь, но боковым. И еще раз, а уже не вскользь. Хороший, хороший, хороший очень третий раунд. Будет ли кто-то, пойдет на штуру. У кого осталось больше сил, который уже начал пятиться. Ушел от удара колено Гасанов. Но пока, смотри, коллега, нет. И не предвещает ничего насчет партера со стороны Эльмара. Пока да. Наверное, это, так, ремарка из угла Антона Волкова, я подозрел. Рампкик был от Волкова. Не рискнул, несколько раз хорошо подцепил. Вот бить здесь, по идее, был Волков. А вот здесь было неплохо. Эпизоды так, Волков все-таки наносит ущерб, поддавляет. Хорошая колена. Не пропустил, да. И вот, пожалуйста. Но такая уже, знаешь, отчаянья. Потрасил все-таки Эльмар Гасанов изрядное количество сил. Посвежей пока выглядит немножко все-таки Антон Волков. Просят, чтобы сконцентрировался на работе руками. Здесь все-таки Антон Волков. Слева сбоку попадает Гасанов тем временем. Отвечает Волков справа. Попадает сейчас Гасанов. Но Волков скушает, не поборчился. Эти удары все-таки от Эльмара не стали такие опасные. Видит их Волков. И, я думаю, даже подсознательно понимает, что не такие они мощные. Но, тем не менее, они точные. И попадает снова Гасанов справа дважды. Но мы видим, что последнюю, вот сейчас последние несколько эпизодов Волков так целенаправленно давит все-таки. И начинает такое давление на Гасанова. Гасанов очень тяжело дышит. И не вступает пока в размены. Не хватает сил. И пропускает сейчас Волков снова. Отвечает Антон за. Что будет, рубочка у нас? Мало-мало. Концовка включается здесь Антон. Соберись, соберись. Но в очень сложном положении. Именно в функциональном плане, мне кажется, сейчас находится Гасанов. И такой размен уже, что называется, из последних волевых. Волков решил забрать концовку. Самую концовку концовки, я бы даже так сказал. Итак, в этом бою раздельным решением судей победу одержал. И победителем сплит-десиженом Эльмар Гасанов.